Всем привет, и мы продолжаем играть в 12 is better than 6. В общем-то, посмотрим, где мы остановились, потому что, если честно, я не совсем помню, что происходит. Так, можно вот так вот разряжать, как мне сказали, и надо, в общем-то, вспомнить, как играть. Достаточно так опасно я иду, ну ладно, пока вроде не убивают. Так, правильно я всё понял. Разрядись, разрядись. Так, зарядись, теперь разрядись. Отлично. И мне нужен полный... Не, мне полный нужен. Вот, отлично. Спокойно, спокойно. Он караулит меня какой, а? Нечем меня караулить. Длинный коридор. Ладно, погнали дальше. Убежище Пита в горах. А, это индеец. Бледнолицый убил тех людей, что... А. Не понял. Бледнолицый убил тех людей, что угрожали нам. А, ясно. Кто-то нам угрожал, значит. Ну-ну. Всех до последнего, ублюдка. Они устроили на меня засаду. Ну, в принципе, да, я, по-моему, всех почти перебил. То есть, там... Всё более-менее хорошо идёт. Смерт ходит кругами возле тебя, но тебя не трогает. Почему? Видимо, моё время ещё не пришло. Возможно-возможно. Приходили люди. И забрали ящики с оружием. Это хорошо. Они оставили настоящую кучу денег Питу. Используйте деньги. Бледнолицый. Да-да, я уже понял. Сколько? Пять долларов, мой друг. Я скажу, как тебе найти того, кто знает тех, кто... Ты издеваешься, мать твою? Я собирал гору денег, чтобы дать тебе пять долларов. Но у тех, кто ведает про память, есть ещё одно условие. Какое? За тобой не должны гоняться все рейнджеры и охотники за головами в Техасе. И как я это сделаю? Твой друг в этой пещере... Твой друг в этой пещере знает способ бледнолицый. Обратись к нему. Даже на каторге было проще. Где-то, чёртов, Питт. Нужно найти Пита. Да, пока только эти виды оружия доступны. Это Питт? Да. Эй, приятель, чёрт подери. Всё вышло просто отлично. Сколько в итоге? Две тысячи долларов на каждого. Это отличный куш. Люди Серхио просили передать его бесконечную благодарность за спасение его задницы. Мне нужно кое-что пить. Всё, что захочешь, приятель. Морфий? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, ладно. Негритянок покорячее? Я знаю одно место. Настоящая церковь коррока. Заведующая та ещё... Ха-ха-ха. Птиханутая. О, но если всё правильно повернуть, то... Нет, мне нужно очистить своё имя, чтобы на заборах не висели мои портреты, и каждый встречный не считал, что я тот самый, кто убил рейнджеров. В, мать его, Паластауне. Где вообще этот чёртов Паластаун? Да он сгорел ещё пять лет назад. Как раз, когда ты рейнджер... А, ладно. Молчо-молчо. Значит... Значит, сделал тебя инкогнито. Именно. Есть верный способ. Мы ловим похожего на тебя ублюдка. Накачиваем его индейской дрянью, так что и слова сказать не может. И вешаем прилюдно. Шлиф Лореда занимается таким дерьмом. На каторге, где я был... Наверное, с рождения, рабам ломали хребты и заставляли работать, ползая на брюхе. Но даже это не так мерзко. Подставить рандомного мексиканца, это в принципе да. Чтобы спасти другого рандомного мексиканца. Ну-ну. Это единственный известный мне способ, приятель. И очень действенный. Что требуется. 1800 баксов и более ничего. Действует. О, к рукам. А что делает, собственно говоря, мне? А, смотреться в Лореда. Ну погнали. Будет ли засада по дороге? Нет. Пит сказал, что приговоренного зовут Джерри. Местный шериф поймал его на грабеже и собирается отпустить. Затребовав долю с награбленного. Но Джерри нашлось применение получше. Мексиканец смотрел весь процесс от начала до конца. Не каждый день увидишь свою казнь. Чувствовал ли он жалость к повешенному? Мучил ли его совесть за то, что кто-то убил... За то, что кого-то убили вместо него? Ублюдкам меньше. С плюнул мексиканец и две под ноги. Толпа разошлась и тело увлекли к ближайшему кладбищу. Ну что, дикий запад. Что здесь можно сказать? Настоящая смерть. Ну-ну. Деньги, что-то еще. Давайте осмотримся. Арсенал носил в два раза больше патронов. Ууу, за 24 тысячи долларов. Звучит как очень хорошая сделка. Так, а что у нас здесь есть? Эээ... Ладно. Такая музыка успокаивающая. Можно заработать пару баксов, убрав пару бандитов. Интересует... Да, го. Это пара бандитов. Вперед, с ножа. Эээ... Обыскиваем. Ой-ой-ой-ой, спокойно-спокойно-спокойно-спокойно. Вау. Кто меня... А, меня через стену убили? Вау. Красиво. Не знал, что механика игры позволяет через стену убивать. Так, здесь где-то кто-то шлялся. Отлично. Нет, не отлично. А, у меня же этот. Мне бы оружие получше. Ну, хоть револьвер бы... Да, револьвер в каком-то смысле получше. Приятнее мне с ним ходить. Но, конечно, бы хотел и ружьё. Так, не забываем осматриваться, чтобы всё дело чисто. Оп. И оп. Осматриваемся. Ну, относительно... Ой-ой-ой-ой-ой. Спокуха. Спокуха. Отлично. Деньги. А. Ну, в принципе, я заработал деньги. Хорошо. Не, ну это топтаться на месте, не продвигаться по сюжету. Что здесь ещё есть интересного? Кто это? Какой-то чувак. Ну, ладно. Чё-то все плют. Ну, ладно. Такая музыка расслабляющая. А это что у нас? О! Ментовочка. Шикарно. Это у... Опа! Бонжо. Эм. Бонжо? Оно, может, здесь будет? А, нет. Ну, ладно. Теперь у меня есть Бонжо. Опа. Сержио. Моё почтение, сэр. Чего тебе? Вы выглядите как тот, кто умеет работать, сэр. У меня есть одна работа. Ты ошибся. Я не ищу, где бы заработать доллар и разгружать телеги, я не собираюсь. Ошибкой было бы не выслушать моё предложение. Я знаю мастерскую, где местный шериф делает пулемёты Гатлинга. О! А значит, шериф не запросит дополнительной помощи и не обратится никому. А, ну он это делает без лицензии, а значит, не запросит дополнительной помощи и никому не обратится. Ещё это значит, что эту мастерскую охраняют сильнее, чем дочку шерифа. Именно. Поэтому-то вы мне и нужны. Я не требую решения сейчас. Мастерская отгружает каждый месяц по новому изделию. И одно из них может стать вашим, сэр. Знаете, вещь полезная. Да, я, блин, представляю, каково будет. Я подумаю, Грино. Чем больше вешаем, тем больше их становится. Э, это, виселица. Ясно. А, это я в городе, в том. После повешения, значит Ну-ну Э, а Э, ладно Что мне ещё надо сделать? Куплю бы и запас А сами патроны теперь придётся поискать А, да чё Вот они 24 патрона, шикарно Так, а у него ещё чё-то есть? А, ну ладно Придётся И, видимо, мне ничего не остаётся Кроме как или выполнять эти задания Или те Ну, я хочу ещё одно это Посмотреть, будет ли что-то новое Или это просто такие замесики Полурандомные А, не, я похожу с ружьём Ой Хе-хе-хе Ладно, поаккуратнее будем Повнимательнее осматриваться Эй-эй-эй-эй-эй Спокойный человек Спокойно Патронов куча Кто-то меня преследует Но вроде Но лучше с ружьём на готове ходить О Здесь можно и проще Ай-яй-яй Всё-таки торопиться никуда не надо Ну, конечно, да Смотрелось бы очень красиво Если так прям Тыщ, 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 тыщ Ох, точку Что-то Прямо как и все опасно Ладно Можно так Почему не меня замечают А, патронов А, забыл зарядиться Ну, чувствую, что такими темпами Эта игра скоро дойдёт Да Стадий хотлайн в Майами Так Всё, меня здесь нет Уйди Могу сквозь тему Блин Отвернись Отвернись, чувак Я с ножа хочу Отвернись Ну, блин Ну, уйди Ладно Вау Вот это красиво Сейчас было Блин Вот они видят Открытую дверь, что ли И палят, да? Да Следующий Ээээээ Спокойствие Ладно Пока всё 29,3 баксов 29,52 Ну ладно Лучше, чем ничего Спящий Ага Не люди спокойно спокойно не этот не хочу зарядим и пойдем очень аккуратно дальше в принципе вот уже выход да давайте не буду заморачиваться круто ничего нового ничего нового в таком случае пойдем дальше по сюжету и мы что в другой части города ну судя по спокойной и расслабляющей музыки да опа бородист здравствуй добро пожаловать барбершоп у бородиста меня зовут бениту или просто бородист так не называли назвали вместо я плейхмахерская ну что то я не вижу людей в твоем барбер барбершопе здоровяк ублюдок шериф пустил слух что любого кто посетит мое заведение найдутся снятым скальпом все как всегда отказываешься платить особо нужный на шерифу налог примерно так ну так что вы бы хотели подстричься о о нет я забрел сюда случайно эй бородист терпение шерифа кончилось мы спалим твою контору дьявол вряд ли это посетители умеешь стрелять мексиканец а как тот раз мы церковь защищали теперь значит мы будем барбершоп защищать еще как но ружье патрон в кладовке бери сколько унесешь отстреливать их ублюдков у главного входа я беру на себя черный вход как же я вовремя не понял я не хотела ого зарядится кто-нибудь еще они типа отсюда приходит бесконечно ладно так он там обрабатывает стоп что здесь стена вообще-то ясно понятно а это стекло было титом там ничего нет это через раз ботовым и даже не поймешь когда ждать от них выстрела прям профессионального близко было патрончики нет-нет-нет-нет-нет-нет спокойно так того что убили а нет вроде держится ну ладно такие прям дикие размены происходят спокойно о хорошая работа кто-нибудь еще то ладно как я это должен делать я не понимаю просто вот так стоять и крысе типа а ладно ясно я не понимаю стоять и крысе интересно ну видимо приходится ну видимо приходится это вау да уж жесткие какие левелы прям такой замес что мало не по качеству патроны есть так долго еще это продолжаться будет стоп я могу так я могу так делать стрелять и они меня не будут пробивать круто отлично отлично справился мексиканец в этом деле я хорош да объявляю тебе официальную благодарность от лица барбершопа и назначаю награды бесплатные услуги до конца твоей жизни хе-хе не то чтобы я был против но я не это даже не обсуждается садись в кресло так запомним наши услуги ну ладно не то чтобы я был против но я не это даже не обсуждается садись в кресло ну если ты так настаиваешь принимай работу мексиканец выглядит неплохо пожалуй если моя жизнь не будет слишком короткой загляну к тебе еще раз ну ладно наделся я на замену чего-нибудь здесь но нет да и вот мы опять здесь предложили нам новые товары ммм тяжело столько с собой таскать эхидные шутки про патроны которые сам же мне продал ну ну так что у нас здесь будет Сержу опять что надумали сэр я только что с десяток людей убил и получил бесплатное бритье как думаешь что у меня сейчас в голове барбершоп мистер бенито поющий риф теперь его точно спалит тот здоровяк умеет за себя постоять вряд ли он справится с расстрелом из пары пулемета в систему гатлинга а я слышал что свежая партия уже скоро приедет в город надо предупредить здоровяка не думаю что это хорошая мысль знаете ли куда лучше устранить причину ну да конечно тебе нужно чтобы я очистил обчистил мастерскую я не прошу геройствовать отвлеките охрану мои люди подгонят телеги с обратной стороны мастерской и дело сделано вряд ли это сильно поможет бородатому наоборот шериф потеряет свое любимое детище и ему будет плевать на все остальное ладно грина дорог пока что что мы готовы а ну естественно налет по дороге а ну вот так как то было это легко а скорее мы на кого то нападали всего один часовой можно убрать по тихому можно или нет отвернись 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 ай-яй-яй-яй-яй а это все что сбежится на шум ну ладно кто у нас здесь вау неожиданно один часовой можно брать по тихому или нет это было близко к моей смерти так вот так вот полные патроны у минус лошадь прости лошадь кто нибудь еще а а извлеки охрану о эм в смысле залп эм я не понял а она вот так вводится и я нажимаю нет стоп а в какую сторону толкать ясно эм что мне кажется я сломал это ладно да тема ружья в руке здесь нужно этих по тихому снять этого то что чипать нет этого по кругу да ладно ну нет разнообразие можно с револьвер нет так я забыл как играть револьвером хорошо не то вот хорошо будет здесь что-нибудь вот чувак надо засти курок да нет я ножом хочу сломать залп ну залп У-ху-ху-ху-ху-ху. Отличная работа, мексиканец, это уже победа. Ой, я весь опаниковался уже, типа, ой, нет, сейчас меня убьют. Ну ладно. Отличная работа, сэр. Ну и ребята поспешили избавиться от свидетелей. Но я найду того, кто дособерёт эти картинки. А, ну да, они разобраны. Когда? В неделю максимум. Привези его в мою убежь. Я отмечу тебя на карте, где это. Меня там не будет. Мне надо повидаться своим племенем. Обязательно, ещё увидимся, сэр. Круто. Это, ну ладно. Погнали. Техас. Индейская деревня. О, индейская деревня. Приветствую, мне нужно поговорить с кем-нибудь, кто разбирается в восстановлении памяти. О-о-о, вау. Весьма укурен человек. Что сказать? Я говорю, кто тут у вас за умного или за главного? Хотеть вражды? Нет, я пришёл с миром. Мне нужен ваш главный. Твою мать, ты по-английски не говоришь. Хобласт Эдиспаньола? Имя сказать? Я не знаю, как зовут твоего вождя. Я его не видел. Вождь большой хрен или как-нибудь так. Да. Вождь там. Молодец. Только мой тебе совет, займись чем-нибудь. Чему у тебя талант? Убивай Грина или что-нибудь наподобие этого. Убивать Грина. Именно, Омега. С таким настроем мы с тобой ещё подружимся. Надеюсь, я не в кого стрелять. Где вождь? Вождь Каманчи. Каманчи. Я вижу татуировку на твоей руке. Покажи мне её ближе. Ну, хорошо, смотри. Значит, воин южных племён прибыл на зов. Вождь людей равнин приветствует тебя. Приветствую тебя, вождь. Почему ты назвал меня вождём южных племён? Мои предки общались с твоими предками. Твоя татуировка на руке говорит о том, что ты воин. Жестокий и кровожадный. Значит, я потомок индейцев из Мексики? Уже что-то, Омега. Я пришёл потому, что мне нужно больше узнать о моём прошлом. Единственное, что я помню, несколько лет, когда я был рабом на шахте. Откуда ты узнал о нашей стоянке? Мне рассказал ваш ненормальный соплеменник Таммат. Каких-то прерий. Он живёт в пещере на западе Техаса. Значит, он ещё жив? Хорошо, я направлю тебя к нашему шаману, и он восстановит твою память, воин южных племён. Но это будет не за бесплатно. Иначе не бывает. Сколько? Нам нужны монеты бледнолицых. Нам не нужны монеты бледнолицых. Нам нужны реликвии наших предков. Их, естественно, забрали Грина. Да, вождь южных племён. Верни их нам. Хорошо, где они? Я не могу тебе сказать, пока ты не докажешь, что ты воин. Племя людей равнин призывает только лучших воинов. Серьёзно? Ты хочешь, чтобы я сначала перебил несколько прибывших на вождов индейцев? Пасть в бою от руки... Что? А, пасть в бою от руки великого воина. Честь. Пройди испытания или покей моё племя. Где мне найти остальных? На юге, в каньоне испытаний. Возьми наше оружие, и пусть ветер направит твои стрелы. О-о-о. С такими обычаями вы долго не протянете. Натянуть тетиву. Правая кнопка мыши. Выстрел левая. Долго натягивание тетивы делает выстрел смертельным. Попади во все цели. Так. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ру. А. Так. Ну вот так вот. Оп. Готово. Ясно? Оп. 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 Хорошо. А, уже всё. Девять из... А, колчан. Ясно. То есть его передаряжать не надо. Ну, и на том спасибо. Ду-ду-ру-ду. Пам-пам. Пам-пам. Блин, шикарно. Мне уже нравится лук. Ну, понятное дело, что он как бесшумный. Бесшумное такое оружие. А. О. Могу просто подбирать култин. Шикарно. У вас. Он создан как бесшумное оружие. Чтобы не ходить всё время с ножом. И это меня очень радует. Ой-ой-ой. Хе-хе. Кстати, неплохое испытание. Такое, прям, длинное. Не получится просто рандомно. О. Он не донатянул тетиву. А. Он натягивал тетиву. И в тот момент, когда я его убил, она не была натянута до конца. Поэтому выстрел пришёл в меня. И, в общем-то, я думаю, всё. Хе-хе. Такая музыка прям экшеновая. Ой-ой-ой. Не дотянул. Опять не дотянул. О-о-о. Спасите. Копьём. Я хочу копьё. Эх, жалко. Я хочу копьё просто. Вообще. Коньён испытаний. А. Испугался. Опа. А вот это уже не честно. Или это уже конец? Нет, это ещё не конец. А я могу так? Оп. Опасен человек. Всё. Взял револьвер. Пошёл всех разносить. А, это выхл уже? Видимо, да. Ну, он. Хей, опять ты. Надеюсь, тут не было твоего брата или кузена. Мой брат любому во... Во... Воин брат любому воину. Даже врагу. Отлично сказано. Там много твоих кровью истекает. И хоть они сумасшедшие, я старался никого не убить. Правда? Ладно. Поспеши их перевязать, наверное. Добрый воин. Плохой воин. Да ладно тебе, я не собираюсь убивать всех подряд. У нас с вами общий враг, блядь, на лице. Помнишь? Убивать Грина. Убивать Грина. Как трясётся лук-то. Где ваши реликвии? Альбукерки. Третья улица. Большой дом. Выезжаем. Прямиком в Альбукерки. Ну, а я думаю, на сегодня всё. Скидаться по Альбукерке мы будем уже завтра. А пока всем спасибо. Всем пока. Бам.